Накануне в Вестминстере состоялась специальная торжественная церемония и поминальная служба с участием королевских особ. А сегодня на южный берег Темзы, к памятнику павшим советским воинам и гражданам, пришли те, для кого слова «война», «мир», «победа», «дружба» стали смыслом всей жизни. Их тоже становится все меньше англичан-ветеранов, участников Второй мировой войны. Но они считают своим святым долгом прийти 9 мая к советскому обелиску в Лондоне. Дружба, которая родилась между нами тогда, в то непростое время, она нерушима. Я счастлив дожить и увидеть все перемены, которые произошли после войны. Венок с национальными цветами белорусского флага возложили наряду с другими дипломатами представители нашего посольства в Великобритании. А после официальной церемонии – угощение гостей драниками и зубровкой. Знаменитое белорусское гостеприимство уже оценили на островах. Глядя на то, сколько сегодня пришло людей, понимаешь, что Великая Победа объединяет всех нас. И это особенно ценно в этот период времени, когда мир сталкивается с новыми угрозами. С каждым годом 9 мая все больше людей в Лондоне приходят сюда. К музею войны, памятник упавшим советским воинам и гражданам. Люди осознают, что мир снова в опасности. Вокруг идут войны, гремят взрывы в самых центрах европейских столиц. И люди осознают, что сохранить этот хрупкий мир возможно только совместными усилиями, как тогда, много лет назад. Игорь Дмитриев, Владислав Орлов, ОНТ, Лондон.